Современные этнонимы, которыми мы пользуемся, греки, русские, англичане, немцы, эти этнонимы мы не можем оборачивать в глубину и пытаться там найти буквальную линию. В древности мы сталкиваемся с тем, что мы видим другие народы, которые достаточно условно можно назвать русскими, славянами, греками или германцами, но это не отрицает того факта, что именно от них последующая движется, развивается эта линия, которая приводит к нашей истории сегодня. То есть вот эта вот большая глубина истории, она создает, требует совершенно других представлений о наполнении этнонимов, о том порядке, в каком они сочетаются, так сказать, представление о том, как это связано между собой, каким образом различные периоды стыкуются между собой, каким образом сохраняется преемственность, каким образом передается, так сказать, вот, наследуется история, наследуется и определенная этническая линия. Мы видели это на примере вот призвания варягов, когда род Гастамысла, который перед этим, так сказать, а это была линия, в которой вот ей предшествовало 9 поколений, то есть это было порядка, ну там, по крайней мере, 100-150 лет династия Гастамысла правила в Новгороде. То есть, видите, мы это, то есть где-то там от 13 века в глубину, то есть это вот такая вот единица, которая соотносится со временем, когда в Египте правит 19-я династия фараонов Египта, рамесидов, так сказать, то есть и наш поиск исторический в данном случае будет требовать понимания какой-то связи между вот этими династийными линиями, между вот этими событиями, для того, чтобы продвинуться дальше, для того, чтобы пройти по этой, так сказать, линии выше и выйти на наше время. Долго, очень долго мы, на какое-то время теряется вот эта русская история. Следующий период, когда мы сталкиваемся с ней, и это отражено в наших летописях, это рассказ о... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова